Житель Белой Глины и студентка техникума вытащили из ледяной реки тонущую собаку. Как удалось выяснить, главную героиню спасательной операции зовут Ольга Закройщикова. Она студентка Белоглинского аграрно-технического техникума. В тот день девушка возвращалась домой после занятий, когда заметила на набережной реки рассопной тонущую собаку. Скорее всего, животное привлекли сидевшие на льду птицы, и она провалилась на едва замерзшем льду. Несмотря на попытки, у животного не получалось выбраться из воды. Тонкая кромка льда обламывалась. Хрупкая девушка предприняла попытку спасти собаку. Среди всех зевак только она проявила смелость, пытаясь вызволить животное из ледяного плена. Смотрю, собака в воде. Собака поплыла к мостику, но там был лед, она бы не вылезла все равно. И я прошла сюда, сняла куртку с портфеля, чтобы тяжести на льду меньше было. И спустилась на лед, она подплыла ко мне, немного стала гавкать. Я ее успокоила, потом взяла за ошейник, ошейник соскальзывал, потому что собака мокрая. Я взяла за шкирку, чуть-чуть вытащила, но у меня ноги стали скользить. И тут мужчина подошел, встал на лед и вытянул нас уже со второй попытки вдвоем. К счастью, спасательная операция завершилась без жертв. Прибывший к причалу житель белой глины Владимир Винников помог девушке и собаке выбраться на берег. Потом пришел в магазин «Ягодка», хозяйка договорилась с местной жительницей по соседству, чтобы собаку перенести к ней в гараж, чтобы она согрелась. Вернулся, забрал собаку, принес к соседке в гараж, укутали ее там покрывалами, одеялами и оставили греться ее. На утро сегодня пришли узнать самое чувство собаки. Соседка, хозяйка сказала, что собака согрелась, часа три она там в гараже пробыла, согрелась, пришла в чувство и убежала, видимо, искать своих хозяев. Замерзшие водоемы всегда представляют особую опасность, так как ледяной покров непредсказуем и может в любой момент проломиться под ногами у человека. С начала месяца температура опускалась всего лишь до минус 8 градусов, однако сейчас в районе наблюдается потепление и выход на лед становится небезопасен. Проконтролировать все участки водоемов, конечно, невозможно. Лед всегда притягивает к себе и особенно детей. Родителям несовершеннолетних стоит уделять большое внимание своим детям. Дома проводить разъяснительную работу, так как беспечность и безнадзорность может привести к необратимым трагическим последствиям. Также в этом вопросе стоит проявить бдительность любителям зимней рыбалки, соблюдать необходимые меры безопасности. Не рискуйте, берегите себя и своих близких. При возникновении чрезвычайных бедственных ситуаций обращайтесь в единую дежурную диспетчерскую службу района, позвонив с мобильного телефона по номеру 112.